Бывшие транссексуалы, бисексуалы, лесбиянки и гомосексуалисты соберутся в Вашингтоне в следующие выходные для участия в богослужении, чтобы провозгласить, как Иисус Христос дал им свободу. Дарин Мехал, президент группы «Голос безгласных», говорит, что это мероприятие является возможностью публично заявить о Божьей благодати, которая изменяет жизнь и дает силы оставить прежнюю ориентацию ЛГБТ и стать новым творением во Христе. Сказал он в интервью христианскому онлайн-изданию. Сорокалетний Мехал около 10 лет был геем, сегодня он женат на женщине и имеет двоих детей. Когда я встретился с Евангелем, вся моя система ценностей, цель жизни и убеждения о том, кто я, изменились, включая мою сексуальную ориентацию. Иисус попросил меня сложить свою жизнь такую, как она есть у его ног, сдаться ему и стать новой личностью в нем. Этот марш свободы необходим, чтобы продемонстрировать, как много жизней бывших ЛГБТ изменил Иисус. Марш призван помочь тем, кто борется со своей сексуальностью и ищет ответы. Многие из этих людей часто чувствуют себя одинокими, но мы пришли им сказать, что они не одиноки, подчеркнул он. Часто представители ЛГБТ знают, что им нужна помощь и свобода от пустоты и зависимости от смутного образа жизни. Но они не знают, куда обратиться. Организаторы марша свободы надеются, что церковь должным образом еще больше будет оказывать помощь представителям ЛГБТ в освобождении от этой греховной зависимости. Ведь когда человек отдает свою жизнь Иисусу Христу, все становится новым. Редактор субтитров А.Семкин